Рижское направление Манихина-1, Троицкая, Истра, Новоярусалимская. Чан, 29, 2015-21-19. Оригинал взят у Терренеза Врикс. В Рижское направление, Манихина-1, Троицкая, Истра, Новоярусалимская вместо предисловия. Однажды я поздно вечером фотографировал со штатива красоты станции Манихина-1. Подъехала поздняя электричка из Москвы, редкие пассажиры быстро разбежались, и я, поставив на 30 секунд выдержку, фотографировал ВЛ-11. На платформе остался только дед лет 80, который еле-еле шаркал к мосту, и, когда поравнялся со мной, спросил, фотографируешь? Фотографирую, ответил я. Ну тогда передай им, тут дедок показал пальцем на небо, что Манихина гремела и будет греметь. Я пообещал передать, и пенсионер пошаркал по ступенькам наверх. Поэтому сегодняшний рассказ я посвящаю перегону Манихина-1, Новоярусалимская, и поднимаю кружку ряженки за прекрасный Манихинский узел. 1. ВЛ-11-830 как символ силы и движения на рижском направлении. Если быть точным и правильным, то я приехал на станцию Манихина-1 не ради этого похода, а чтобы снять своего приятеля, электровозника на ходу с хорошим приветствием. Но их локомотив застрял где-то в Кубинке, и до меня они неизвестны, когда бы приехали. Я решил идти на запад. 2. Знакомая многим бомбошникам фотка платформы на станции Манихина-1. Вид на Москву. 3. Табличка. 4. Низкая платформа, на которую прибывают кольцевые электропоезда. 5. Без моей дикой обработки. 6. Я покидаю околоплатформенное пространство, и меня настигает ЧМЭ-3658 с Путимером, чья третья телега оставляет мокрый след на головке рельса. Внимание поезд. Из Снегирей. 7. Волоколамская горловина станции Манихина-1. 8. Собаки со мной чаще дружны, чем наоборот. Этот песик бежал по своим делам, но я его позвал, и получил возможность для съемки. 9. Как надеюсь помнит мой читатель, Манихина стала узловой станцией, и приобрела индекс 1 в 1943 году, когда была построена однопутная западная часть Большого кольца трассы Кубинка, Лукино, Манихина-1, Манихина-2. В 1960 году кольцо было реконструировано, появились вторые пути, образовалась платформа 165 километров и мост Рижского направления Надгма. Одновременно с этим была разобрана прямая трасса Лукино, Манихина-1, которая шла по современным садовоческим товариществам, и названная мой как-то четвертой ветвью. По остаткам этого пути сейчас проложена ЛЭП, и именно в такую погоду, малоснежной зимой, очень хорошо проглядывают остатки насыпи. 10. Кольцов со двухпучиванием получила большую пропускную способность, исчезли режущие маршруты кольцевых грузовых поездов, шедшие транзитом зем 2 по М1 на Лукино, но при этом была утеряна возможность принимать поезда со стороны Кубинки-Лукино сразу на Москву. Такой возможности нет и теперь, но в этом, на мой взгляд, и нет особой необходимости. Основный грузовой поток идет из Кубинки на Волоколамск посозданной в 2003 году шестой ветки. Другой ракурс. 11. ЧМЭ-36159. Внимание поезд. Из Волоколамска. 12. Четные входные станции Манихина-1. МЖД затеяла на рижском направлении и не только замену карликовых светофоров на мачтовые, где это позволяет габарит. Внимательный человек заметит, что с левой стороны слишком много места и камни, тут когда-то проходил путь на предприятие, но предприятие обнищало, и путь пришлось демонтировать. Этот подъездной брал свое начало на пятом пути станции Манихина-1, как раз там, откуда отправляются и куда прибывают кольцевые поезда у низкой платформы. 13. Мы идем дальше на запад, к платформе Троицкая. С одной из этих сосен я рухнул вместе с Суком, когда пытался заловить дополнительный пассажирский поезд на майские праздники 2014 года. 14. Мы прибываем на платформу Троицкая. Остановка была построена позже, чем трасса дороги, и поэтому обречена лежать в кривой. У этой платформы я фотографировал поезд номер 4. 15. Табличка для Димы. 16. Кассовый павильон. 17. В начале платформы есть балкончик, с которого помощник-машиниста контролирует закрытие дверей. 18. Так на вас смотрит помогало. Балкончик явно находился бы в габарите подъездного пути, что дает основания думать, что он был сооружен после демонтажа ИРШР. 19. Я иду дальше по насыпи подъездного, и наконец добираюсь до развелки. 20. Вдруг на горизонте я разглядел ВЛ. Издав боевой клич, я понесся к электровозу, но до желанной точки так не успел. Пришлось фоткать так. 21. Я проводил грузовой взглядом, после чего заинтересовался инженерным сооружением типа водопропускная труда на ЭКС подъездном. Весной или летом я по нему пройдусь. 22. Между платформой Троицкая и Истра есть странное расхождение путей, которому я смог найти объяснение. Левый кривой путь – это старая трасса однопутного рижского направления, правый прямой, новый, построенный при электрификации и одвухпучивании. Чуть ниже я покажу вам бесспорные доказательства моей теории. 23. Какая буква «Г» во всех смыслах? Даю резолюцию, спрямит с ее уродства. 24. ЭД-4М0035 с веселой бригадой. 25. ЭД-2Т7103 закладывает вираж. 26. Показываю обещанные доказательства. В Волоколамском схождении указанных путей я обнаружил вместительную водопропускную трубу. 27. В которую я не побрезговал заглянуть, и не зря. Я обнаружил старую укладку, конца 19-ти, начала 20-го века со времен строительства дороги. Старые камни лежат как раз под изогнутыми рельсами, в то время как прямой путь передает нагрузку от поездов новому своду прямоугольного сечения хрущевской эпохи. 28. Подле моста была заброшенная запретка. Сколько живу в России, постоянно удивляюсь количеству закрытых территорий так близко к Москве. 29. Оставим неведомые секретности, и отправимся к платформе Истра. 30. 2 Т-116-685 порадовал меня своим видом. 31. Микромост черет реку Песочная. 32. Песочная не замерзла. 33. Еще один маленький поворот, и мы выходим на переезд и платформу Истра. 34. Турникетный павильон и непонятное мне устройство в нижней части кадра из куска рельса и датчика. 35. Р-2Т7145 на Москву. 36. Турникетно-кассовое здание в псевдно-стиле 18 века. Справа виден новый столб для заградительного светофора. 37. Платформа Истра прошла капитальный ремонт в начале прошлого года, де-факто старая платформа была снесена, а на ее месте сооружена новая. 38. Табличка на платформе. Мне немного неясно, зачем надо делать такую большую табличку, и такой маленький текст. Я бы сделал шазмер шрифта таким же, как я на табличке платформы Троицкая. 39. Платформа кончилась. 40. За платформой мы обнаруживаем мост через реку Истра. 41. Пешеходный мост рядом с ЖД. 42. На дворе 3 декабря 2014 года, снега мала. 43. Я решил таки добраться до станции Новоярусалимская, тем самым замкнув маршрут полуторагодовалой давности. По левую сторону у нас предприятие, от которого летела мелкая и вонючая пыль. 44. По правую, Новоярусалимский монастырь, так я пока не был. 45. Добро пожаловать на станцию Новоярусалимская. Нечетные входные. 46. Модный ЭД-4ЭВ-0472. 47. От станции Новоярусалимская отходит великое множество разных подъездных. 48. Красивое небо. 49. Из Волоколамска на Боковой принимают с остановкой ВЛ-10К-1086. 50. Валетом приехал. 51. Поднимаюсь на платформу. 52. Табличка. Станция удивительна тем, что около платформы располагается первый главный на Волоколамск, и пятый боковой на Москву, то есть все поезда со стороны Волоколамска прибывают на станцию под два желтых. Второй же главный лежит чуть южнее. 53. Здание вокзала и низкая платформа, на нее в далеком прошлом пребывали пцы, в том числе прототип Латвия с экспресса. 54. Здание ДСП в более современном советском стиле. 55. Хальщовикская горловина. Вид на Хальщовики, Волоколамск. Мост на переднем плане, Волоколамское шоссе. Видны остатки переезда в домостовую эпоху. 56. Последний взгляд на станцию, и вот уже за спиной со второго на пятый по стрелкам отклоняется моя электричка. Дальше я уже ходил в рассказе про 73 километра. Хальщовики, Чеховская, Новоярусалимская. Скоро я постараюсь опубликовать еще несколько заметок из цикла Рижское направление МЖД. Спасибо за внимание. ЖД, фото, объекты, МЖД, центр, подвижной состав, история. Leave a comment, read comments. Один.